Воскресные школы Ирина Владимировна, вы уже 9 лет являетесь руководителем воскресной школы «Духовный росточек». Но могли бы Вы отметить, в чем основные отличия работы с детками в воскресной школе и в обычном общеобразовательном учреждении? Ну, во-первых, сюда приходят дети, которые хотят узнавать что-то новое, узнавать то, что в школе не преподают. Ведь в школе общеобразовательной они учат и математику, и письмо, да, многие предметы, вот. А здесь изучают слово Божье, изучают подробно, досконально. В школе этого не преподают. И многим детям это интересно. Поэтому они приходят сюда. Но можно ли сказать, что здесь, наоборот, работать с детками сложнее или, возможно, проще? Да нет, мне было интересно. Потому что, когда я пришла работать, для меня самой этот материал был совершенно новый. Хотя, когда я работала раньше в школе, то я вела факультатив. Когда спросили, какой факультатив ты будешь вести, вот. И мне было интересно взять слово Божье, изучать его. И вот я начала с того, что изучать, начала слово Божье еще в школе. А потом, когда пришла сюда, вот какие-то вопросы были для меня уже знакомы. Ирина Владимировна, а обязательно ли при храмах в наше время должны быть воскресные школы? На мой взгляд, очень полезно, если при храмах есть воскресные школы, действуют воскресные школы. Потому что детей там учат основам православной веры, а взрослые также могут получить для них необходимые знания по духовным вопросам. Другое дело, возможности у прихода у всех разные. У кого-то нет помещения, где можно будет проводить занятия, а у кого-то просто нет преподавателей. Ирина Владимировна, ну а какие же основные функции, основные задачи работы воскресной школы? Ну, главная цель воскресной школы – это, конечно же, поцерковление детей и их духовное совершенствование. Воскресная школа призвана научить детей духовным знаниям по Слову Божьему. Мы учим деток жить по законам Господа. И когда ребенок теоретически постигнет, вот теоретически будет уже владеть такой вот информацией, ну, не скажу, что легко ему будет тогда общаться с людьми, да, со своими домашними, да, с близкими людьми. Но он будет делать попытки все для того, чтобы приблизиться немножечко к Богу и, согласно заповедям Божьим, устраивать свою жизнь. Ирина Владимировна, ну а какие темы в основном Вы обсуждаете с детками на своих занятиях? Наша воскресная школа работает по определенным программам, которые написаны с учетом возрастных особенностей детей и с учетом года их посещения. С малышами мы даем основы православной веры, рассказываем о том, кто такой Бог, знакомимся с свойствами Божьими, с храмом, говорим о том, что такое грех, что такое крестное знамение, как вести себя в храме. Ознакомим детей с православными праздниками, с постами в православной церкви. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! Что тебе нравится в воскресной школе? Делать разные подделки, рисовать и раскрашивать. Мы здесь научили креститься. Мы первый раз пошли и читали молитвы вместе с учителем, а потом мы начали сами изучать эти молитвы. Мы еще здесь поем песни разные. Мы еще, когда заходим в храм, крестимся. Что интересного, полезного здесь вам рассказывают? Про Бога, молитву. А еще, как Бог сотворил свет, ночь. Бог сотворил Словом весь мир. Воскресная школа Ну а ваши занятия могут посещать только дети или взрослые тоже? Конечно, не только дети. Но специфика нашего детского центра такова, что к нам приходят дети. У нас детский духовный центр, поэтому на занятия в студию воскресной школы приходят также дети. Но воскресная школа может быть и для взрослых. В данном случае, на данном этапе, да, у нас воскресной школы для взрослых нет. Но, я думаю, благословение священника может быть и такая школа. Если это будет интересно людям, посещающим храм, даже мирянам, если они обратятся к батюшке, то, я думаю, он благословит, и такая воскресная школа будет. Но как вам удается заинтересовать детей? Ведь ваши занятия проходят не как обычные лекции. Ну, конечно же, у нас же детская аудитория. Поэтому, когда, если это малыши, то основная форма работы с ними – это игровая. Вот, если это дети немножко постарше среднего звена, то там тоже также игровые формы работы встречаются. Ну, в основном это брейн-ринги, да, игры путешествия, разгадывание загадок, ребусов, кроссвордов. Если это дети постарше, то, конечно, с ними больше мы ведем диалоги. Вот, потому что важно очень заставить детей задуматься над тем, над многими вопросами, которые их интересуют. Мы смотрим православные фильмы, обсуждаем их, поднимаем разные духовные вопросы, и дети очень активны в этом. Еще у нас есть такая система поощрения, когда ребята отвечают на вопросы, это среднее, старшее звено, то я им за правильный ответ даю жетоны, вот, а потом, когда они набирают, допустим, пять жетонов, то я могу обменять им их на определенное количество динариев. Вот у нас есть такая, вот, смотрите, это динария, да, вот, то есть это денежная такая монета, которая ходила раньше во времена Иисуса Христа, то есть заработал ребенок пять жетонов, обмениваю я на пять динариев, заработал десять, да, обмениваю на десять динариев, заработали двадцать, да, жетонов, обмениваю на двадцать динариев. Они разные, да, здесь нарисованы притчи Иисуса Христа, вот, ну, они, конечно же, знакомы с этими притчами, вот, и потом, когда они накопили уже достаточное количество динариев, то мы в конце изучаемого материала проводим ярмарки, где ребята могут приобрести какие-то предметы церковной кутвори или что-то интересное для них и полезное. Ну а сами дети принимают участие в ярмарках? Возможно, готовят тоже какие-то изделия декоративно-прикладного творчества? У нас в центре проводятся очень часто благотворительные ярмарки, и поэтому дети готовят поделки для того, чтобы они были выставлены на этих ярмарках, и мы могли насобирать определенную сумму денег для помощи, по сбору средств для того или иного больного ребенка. Еще воскресная школа очень часто выступает также в рамках благотворительных акций, и выступает в детских садах, в школьных учреждениях с праздничными постановками, с театрализованными постановками. И таким образом помогаем этому общему делу все. Ирина Владимировна, а вот на протяжении 9 лет могли бы Вы отметить тенденцию, детки стали наоборот чаще к Вам приходить, чаще больше посещать занятия, или наоборот, возможно? Когда я начинала работать, у меня была всего одна группа, и там были дети разного возраста. Были свои плюсы и свои минусы. Плюсы в том, что взрослые заботились о младших, помогали им всячески. А минусы, конечно, тяжело излагать какой-то материал, когда сидят и совсем крохи, дети 5-6 лет, и сидят 12-летние дети. Ну и сейчас, конечно же, занятия проводятся по группам, по возрастным, и в этом плане легче. А сколько групп? Три группы возрастных. Младшая, средняя и старшая. Ирина Владимировна, но можно ли сказать, что воскресная школа – помощник храму? Как тесно сотрудничает духовный росточек со Свято-Владимирским храмом? Да, можно сказать, что воскресная школа сотрудничает с церковью, потому что мы очень часто выступаем для наших прихожан, поздравляем их с престольным праздником, с Днем освящения нашего храма, а также поздравляем с такими праздниками, как Рождество Господнее, Рождество Христово. Многие дети из воскресной школы поют в церковном хоре. Во время богослужения можно услышать их ангельское пение. Ребята очень любят выступать, они всегда готовы своими талантами послужить Богу и порадовать прихожан. Воскресная школа воскресняет ребенка и прививает у него любовь к Богу. Здесь, на уроках, преподаватель не просто доносит информацию своим ученикам, он воспитывает души ребенка. Субтитры создавал DimaTorzok